добрый день любители радиоуправляемых моделей и сегодня мы в первую очередь приветствуем наших начинающих моделистов так как собирать будем очередной метательный и одновременно стендовый самолет у нас уже традиционно с начала нового проекта делается такая маленькая модель миниатюра но сегодня мы будем собирать модель боинг 787 сам проект радиоуправляемой модели уже идет достаточно давно эта модель немножко под задержалась но тем не менее мы исправляемся и сегодня приступаем к сборке этого самолета самолет боинг 787 это один из самых современных авиалайнеров на текущий момент разрабатывался компанией boeing с 2004 года но из-за некоторых проблем из-за неурядиц реально вышел на линию только 2011 году хотя первый экземпляр показан был на авиасалонах еще в 2007 в своем классе это один из самых вместительных самолетов пассажировместимость у него от 260 человек до 330 в зависимости от комплектации в зависимости от модификации этого самолета и на текущий момент он считается одним из самых экономичных в плане затрат на перевозку одного пассажира самолет разрабатывался как замена боингу 767 самолет примерно в том же классе тоже двухмоторный но в отличие от 767 да и его предшественника боинга 777 в этой машине используется очень много композитных материалов если у 777 боинга всего 9 процентов композитов в конструкции применялось здесь этот процент доходит до 45 50 процентов в зависимости от того или иного узла самолета и также одной из интересных особенностей этого самолета являются двигателя это на текущий момент также одни из самых крупногабаритных авиационных двигателей с максимальной тягой в более мощных моторов сейчас пока для гражданской авиации никто не делает моторы general electric gen x но мы сегодня будем собирать базовую модель этого самолета боинг 787 8 один из самых коротких вариантов был еще проект семьсот восемьдесят семь три но он в серию не пошел восьмой остался самым коротким самолетом из этой серии вот и сегодня его мы и будем собирать конструкция модели у нас уже классическая по бутербродной технологии и как обычно я последнее время делаю уже предварительная часть работы проделана за кадром в частности склеены такие слои фюзеляжа и кроме того чтобы не затягивать сегодня видео половина обработки также сделано заранее тем не менее того что осталось нам вполне хватит для того чтобы показать все этапы сборки фюзеляж состоит из семи слоев основной слой вместе с килем центральный и три слоя которые вы наклеиваете для набора толщины должно должно получиться у вас два вот таких трехслойных пакета которые вы приклеиваете к центральному слою также обратите внимание что на внешнем слое я сделал разметку это примерный контур спонсона 6 нужен он вот при обработке в дальнейшем это линия потом зашлифуется и особо в глаза бросаться не будет также сделала разметку на нижней стороне крыла и на верхней стороне стабилизаторы разметил рули закрылки и места установки двигателей в этом чуть позже а пока склеиваем фюзеляж клей наносим на внешние слои не надо промазывать центральный слой вместе с хвостом наносим клей на самую маленькую деталь из пакета здесь все слои практически одинаковые самый маленький выделить сложно но тем не менее центральный слой он побольше за счет хвоста площадь склейки достаточно большая поэтому особо усердствовать с клеем тут не обязательно так вот змейкой нанесли периметр промазали и потом достаточно сложить заготовки и немного подвигать их друг относительно друга так чтобы клей распределился ровным слоем после этого откладываем детали на просушку я уже неоднократно говорил о том что контактные клеи обязательно надо просушивать в том числе клей титан который мы применяем для склейки пенопласта если клей не просушить в закрытой закрытом объеме высыхать он будет очень долго и обрабатывать вот такие не просохшие слои вот гораздо сложнее клей прилипает к ножу и мешает нормальной обработке поэтому вот этой предварительной просушкой не пренебрегайте на самом деле она время экономит они затягивают точно также нам нужно склеить пакет для двигателей тут уже не 7 тут 5 слоев ну согласитесь до фюзеля же 7 на двигателях 5 ненамного вроде бы меньше ну и здесь есть один нюанс одна тонкость вот если взять двигатель верхняя часть него с пилоном крепления крыла то сам контур мотора вернее воздухозаборник он немножко скошен вниз то есть смотрите как приклеить вот такие накладки если вверх ногами приклеить и как видите ровно они не встают тоже особо с клеем у сердца сердцевать не надо особенно на внешних слоях которые будут большей частью обрезаться при формовке также ровным слоем клей распределили и откладываем на просушку фюзеляже клей постепенно подсыхает но я бы сказал еще рановато склеивать чтобы понять что клей дошел до нужной кондиции во-первых смотрите на свет на отражение света если есть такой характерный влажный блеск клей еще не досох вы просто руками прикасаетесь если клей стремится еще за пальцами тянутся он еще слишком сырой нужно немножко подольше подсушить клей досох и теперь аккуратно соединяем половинки фюзеляже соединить нужно их сразу точно потому что посушенный клей прихватиться при первом же прижиме и в первую очередь ориентируемся по носу вырезы под крыло под стабилизатор и хвост это основные контрольные точки которые обязательно должны совпасть если есть небольшие расхождения по высоте слоев особенно если вы вырезаете их вручную они берете готовый набор тут ничего особо страшного нет все это выровняется при обработке а вот пазы и нос с хвостом должны совпасть детали друг дружки прижимаем вот получается у нас такая заготовка также склеим заготовку мотора тоже смотрите что вы склеились детали аккуратно равномерно с внешними слоями это не так критично не большей частью потом все равно срежутся но тем не менее больших смещений старайтесь не допускать теперь нам нужно сделать разметку контура фюзеляжа для удобства сделайте себе отметку центра среднего слоя здесь уже точный с одной стороны тем не менее метки я поставлю так средний слой найти не сложно и в чертежах есть вот такой шаблончик это вид сверху или снизу так важно аккуратно выставляем его по меткам и обводим видите с бортов немножко будет срезаться пенопласт вот такая получается линия по которой теперь можно будет ровно фюзеляж обрезать то же самое нужно будет сделать с мотором но здесь в качестве шаблона подходит вот одна из боковинок даже если вы моторы склеили всегда можете взять второй двигатель просто приложить заготовку и и обвести но лучше первый мотор обводить по отдельному еще по отдельной боковинки а на второй после того как первый двигатель обработаете обрежете лишние у вас останутся от бортов такие заготовочки как их получить сейчас увидите при обработке этого двигателя но сейчас вот я просто прикладываю его по центру также центральный слой на него ориентируемся и ну и вот мы имеем контур мотора так как верхняя кромка у нас длиннее размечать удобнее снизу гарантированно здесь все разметится так как нужно но дальше берем нож и начинаем бусырить первым делом я просто обрезаю контур с небольшим отступом старайтесь сразу в размер не резать так вот надежнее оставляйте около одного полутора миллиметров отступа данный срез старайтесь делать вертикально либо нож немножечко должен уходить в сторону внешнего края так безопаснее меньше риска испортить заготовку также кусочками подрезаем носовую часть фюзеляжа теперь остается срезать излишек по борту но здесь у нас остается разметка которую терять пока нежелательно поэтому разметка я советую немножко углубить берете тонкий нож контур слегка заглубляете сверху этот контур не так уж и нужен он больше вот обозначать место установки крыла вообще на реальном самолете это верхняя кромка это будет соответствовать профилю крыла на этой модели конечно крыло более плоская но тем не менее разметку эту старайтесь оставить ну а дальше срезаем этот слой лишние полтора миллиметра это фюзеляже конкретно этом масштабе 32 с половиной миллиметра так что все от 7 слоев нам нужно почти 3 миллиметра снять так контур остался видимым несмотря на то что внешний слой мы срезали но дальше фюзеляж нужно скруглить но вот этот участок по разметке там где спонсорный шасси где крепление крыла его старайтесь в первую очередь не трогать обработка начинается от этой разметки также сразу по многу не срезайте приближаемся к нужному профилю постепенно нос и хвост фюзеляже должны быть в сечении круглыми но вот эта часть снизу плоская кстати тоже считается одним из преимуществ перед предшественником 767 боингом у которого сечение фюзеляже круглое по всей длине благодаря этому расширению вместимость багажного отсека тоже была заметно увеличена закруглили это пока еще не окончательный профиль но предварительно уже отталкиваться от этого можно вверх фюзеляже обрабатывается аналогично здесь никаких выступающих элементов нет поэтому можно сразу обрабатывать от хвоста до носа тоже внимательно лишнего сразу не снимайте и особенно внимательно на стыках слоев там где клей клей прорезается гораздо хуже чем пенопласт поэтому будьте осторожны на этих стыках смотрите чтобы лезвие ножа не соскользнуло не соскочило не испортило всю вашу работу но сейчас обратите внимание предварительная просушка клея дает свои результаты и слои пенопласта к ножу не прилипают в то же время клей еще не пересохший он еще не жесткий и обрабатывается достаточно легко если такой фюзеляж полежит несколько дней до полного высыхания клея такие стыки обрабатывать будет еще сложнее так что предварительную просушку их делать необходимо но в то же время пересушивать клей не всегда удобно смотрите чтобы обработка была сделана симметрично для обоих бортов правый борт хоть я предварительные обтачивал до съемки но сейчас есть небольшой запас который нужно тоже доработать снять и привести в сечение фюзеляжа к круглому и самое главное не спешить работать осторожно аккуратно снимать такие буквально тонюсенькие прозрачные слои но зато итоге получается вот такая заготовка уже почти готовый фюзеляж спонсон шасси тоже кромочку скругляем но скругляем немного буквально до выреза под крыло на внешний слой до первого стыка очень много не надо делаем плавные переходы здесь я уже более точно сделал сейчас аналогично оттачиваю другой борт той точке где заканчивается разметка фюзеляж должен стать уже круглым поэтому спонсом обрабатывать начинаем чуть-чуть раньше частично конечно разметка срезается при этом примерное местоположение вы уже думаю запомнили то же самое и с передней частью получается у нас форму фюзеляжа и теперь остается его просто обработать наждачкой также сразу перед тем как будем обтачивать фюзеляж можно доработать и переднюю кромочку аккуратно скругляем заднюю кромку срезаем на клин обработка симметричная с обоих сторон так что тоже при обработке первого борта сильно не размахиваетесь подготовительная работа с фюзеляжем сделано можно браться за наждачку обтачивать удобнее начинать с верхней части фюзеляжа здесь сечение круглая по всей длине все можно свободно обрабатывать на серединку вот эту вот читай по площади половина фюзеляжа уже обточена ну а дальше сглаживаем нос кабину пилотов здесь каких-то переломов выступающих участков нет просто плавное сужение плавное скругление идет ну еще один важный момент при обработке сужающихся участков там где есть переходы между слоями обработку ведем по шерсти то есть с верхнего слоя переходим на более глубокие в данном случае от середины к хвосту у кабины наоборот середины к носу брусок идет только в одном направлении если начнете шкурить сразу в двух направлениях то на краях очень большой риск что пенопласт завернется закрутиться вся работа будет испорчены в некоторых местах если клеевые швы очень уж сильно упираются чуть-чуть в противоположном направлении подработать можно но аккуратно смотрите что получается начинает клей заворачиваться если посильнее прижать и дальше потянуть завернет вместе с пенопластом но мне этого не нужно я аккуратно убираю только вот эти клеевые излишки низкий зеляжа плоский под крылом выравниваем аккуратно закругляем кромки спонсона в шасси ну вот сам фюзеляж обработан и остается загладить кромочки на киле и также не забывайте что профиль должен быть симметричным ну и теперь нам остается сделать крыло и хвостовое оперение и имитацию двигателей начнем с хвоста со стабилизатора лицевую сторону плитки более плотную оставляйте под разметку это будет верхняя сторона и на ней уже видны рули высоты и разметка рулей сейчас там нужно будет обработать кромки верхнюю сторону не трогаем она остается у нас плоской в задней части только переднюю кромку скругляем снизу будем обрабатывать на профиль делаем также более плоскую заднюю часть и закругляем переднюю кромку обрабатывать нужно будет по углам стабилизатора получается переход средняя часть которая будет вклеиваться фюзеляж сзади за ориентир берем край руля высоты вот эту точку и делаем разметку это предварительная разметка здесь стабилизатор получается шире чем фюзеляж но нужно будет сделать более плавный переход и это уже по месту поэтому пока обрабатываем то что хорошо видно на стабилизаторе также нужно будет сделать сужение к концу консоли так что вы по толщине нужно будет достаточно сильный его обточить передняя кромочка она симметричная с обоих сторон и одинаково обтачиваем а вот заднюю сразу такую насечку сделаю вдоль линии разметки и срезаем наклеим оставляю примерно миллиметр и срезаю наклеим причем угол стараясь выдерживать такой чтобы ближе к третьей корневой части лезвия вышла на поверхность так к законцовке как видите уже часть пенопласта снята все остальное при дальнейшей обработке тоже подправиться подгладиться особо большой угол тоже можно подрезать сразу ножом все остальное наждачкой также обтачиваем от центра к кромке краю сильно на наждачку не давите мне удобнее даже так на весу делать я пальцем контролирую как идет наждачка и не даю слишком сильно сточить заднюю кромку переднюю кромочку закругляем параллельно делаем за концовку тоньше сейчас его ставим на фюзеляж нашей модели пока без клея заодно же проверим насколько ровно получился у нас вырез под стабилизатор может быть что-то доработать придется вот установили середину здесь видно наглядно тем не менее всегда можно взять линейку измерить расстояние от хвостика до законцовок 54 миллиметра 54 миллиметра ровно в передней части здесь как раз это плоская сторона плоская передняя кромка она должна быть толщиной к как фюзеляж в этом месте практически так у нас и получилось сделаем разметку то же самое снизу и вот здесь как видите остаются такие наплывы вот их нужно будет сделать таким вогнутый формы плавный переход от фюзеляжа к стабилизатору тоненьким ножом аккуратно выводим вот вогнутую поверхность благодаря такой форме стабилизатора такой от обработки то что стачивали заднюю кромку мы только снизу мы имитируем слегка приподнятые рули высоты то есть фактически взлетный режим установки стабилизатора у нас получился и благодаря этому не понадобится отгибать эти рули при запусках возможно даже наоборот придется немножко вниз их обратно вернуть это уже покажет практикой здесь тоже более плавно уголочки эти подрежем так стабилизатор подготовлен можно вклеивать его в модель среднюю часть между линиями разметки промазываем клеем много не наносите где линии разметки нам как раз сейчас помогают не промахнуться и не намазать лишнего много клея здесь не лейте вырез достаточно плотный так что большая часть излишнего клея на все равно останется снаружи потом ее придется убирать куда-то высушивать клей здесь не требуется ставим стабилизатор от прямо по свежему клею по сильно высушенному кстати вы можете вообще не установить клей просто сразу прихватиться и не позволит поставить детально место выставляем стабилизатор по разметке все отлично остается слегка эти переходы подгладить наждачкой на 787 стабилизатор имеет достаточно заметный угол в то есть края стабилизатора нужно отогнуть вверх и лучше это делать уже на модели так вы сможете контролировать угол отгиба так чтобы половинки стабилизатора были отогнуты одинаково относительно киля аналогично обрабатываем крыло также для разметки у нас есть точка внутреннего закрылка этот угол его отметим и вот этот край если переднюю кромку скругляем по всей длине то заднюю кромку будем обрабатывать вот как раз по этой линии здесь можно сделать такую-то разметку примерно до середины центральной части крыла и полностью аналогично тому что делали на стабилизаторе только в несколько больших масштабах обтачиваем крыло начинаю с задней кромки крыло достаточно узкое на законцовках поэтому аккуратно работаем и не забывайте про запас доточить до нужного размера всегда можно вот доклеить излишне обрезанное гораздо сложнее обратите внимание как я обрезаю кромку несмотря на то что лезвие вроде бы идет на руки но на самом деле основное усилие я прикладываю когда сдвигаю лезвие на себя то есть такими пилищими движениями вперед лезвие продвигается само я на него практически не давлю поэтому риска того что нож сорвется и съездит по рукам практически никакого нет но просто силой давить пытаться срезать только за счет силы ничего хорошего это не приведет именно такими пилищими движениями обрабатываем переднюю кромку тоже закругляем здесь в основном обрабатываем верхнюю сторону крыла нижнюю плоскость практически трогать не понадобится это подтачивать будем наждачкой этого вот вполне достаточно и саму законцовку тоже немножко подрежу еще здесь запаса оставил много аккуратненько и равномерно дальше берем брусок с наждачкой и обтачиваем консоль очень внимательно с концовками и свинклитами они тоненькие их тоже обрабатываем от центра крыла к законцовке кстати тоже интересный факт на 787 боинге вингвиты складные на стоянке они поднимаются вверх чтобы уменьшить габариты самолета но в полете раскладываются крыло получается практически прямое но заметно большим удлинением что экономит до двух процентов топлива это при тех масштабах которые требуются такому большому самолету не так уж и мало и слегка закругляем переднюю кромочку снизу но совсем немного станции совершенно без нажима чуть-чуть уголок скруглили этого хватит крыло в общем то тоже готово остается слегка подогнуть за концовочки вверх чуть-чуть делаем имитацию именно полетного положения когда вингвиты практически находятся в плоскости крыла ну а далее аналогично тому что делали для стабилизатора устанавливаем крыло на место и делаем разметку кстати если паз получается слишком плотным и крыло не идет или стабилизатор тоже всегда его можно будет немножко подработать для этого нам понадобится либо вот такая тоненькая шкурилочка на кусочки фанеры просто шкурка наклеенная либо надфиль нашем случае скорее всего клей остался небольшая но тем не менее чтобы не оставлять царапин на поверхности уже готового крыла если чувствуете что идет туговато лучше подработать совсем другой разговор для центровки здесь ничего особого нам не требуется эта линия которую мы проводили по задней кромке закрылков и передним углам она фактически находится на нужном месте это и есть середина крыла середина фюзеляжа просто ровненько выставляем заготовки но вот эти небольшие уголочки точно также наждачкой после приклейки подработаем и сделаем плавный переход если что стоит сделать это разметить вместо установки крыла точнее фюзеляжа с нижней стороны так чтобы видно было куда наносить клей сверху тут особой надобности в продлении этих линий я не вижу так только переднюю кромочку отмечу наносим клей также особо сильно не усердствуйте излишки останутся снаружи их придется убирать так по разметке установили снизу проконтролируйте тоже все ровно встало теперь так чуть-чуть подрежу остальное доведу наждачкой то же самое здесь финале отгибаем крыло вверх причем угол достаточно значительней даже больше чем у стабилизаторы сгибаем аккуратно при сгибе старайтесь пенопласт немножко под подавливать к центру тогда он не сломается просто согнется так примерно такие должны получиться углы крыло достаточно сильно вверх поднята стабилизатор чуть поменьше и остается нам доделать моторы один из которых я тоже сделал заранее и его можно приклеить уже пускай сохнет но второй сейчас сделаем вместе с вами разметка для установки моторов есть приклеиваем точно по центру этой линии с одной стороны сама линия спрячется с другой очень хорошо видно куда клеить имитацию двигателя пока клей будет подсыхать начинаем обрабатывать мотор как я обещал покажу как сделать такие заготовочки которые очень удобно использовать в качестве шаблонов начинаем с задней части собственно это сам мотор сама реактивная турбина не такая уж большая на самом деле все что снаружи это кожух вентилятора и основную тягу здесь создает не реактивная струя которая идет из сопла турбины а именно вентилятор так называемый турбовентиляторный двигатель один из самых распространенных сейчас и в то же время мотор с самым большим потенциалом как по скорости так и по тяге вот так ступеньки эти вырезали ну а дальше аккуратно обрезаем по разметке внешний контур кстати моторы на 787 боинге тоже считаются в своем роде уникальными в них также очень большой процент композитных материалов в частности сам вентилятор лопатки вентилятора которые собственно и создают основную тягу они полностью композитные кроме металлической передней кромки вот как раз получился такой слой который мы использовали в роли шаблона то же самое делаем с другой стороны вырезаем аккуратно внимательно чтобы не срезать лишнего сейчас основная задача получить ровную заготовку потом ее гораздо проще будет обрабатывать такая у нас получается заготовочка ну а дальше остается скруглить квадратные детали также я предпочитаю начинать сзади постепенно тут детали мелкие достаточно будет просто так уголочки срезать чтобы смотрелись они уже практически законченными сопловую часть турбины тоже закругляем треугольничек это стекатель просто просто чтобы не было лишних завихрений за двигателем основная реактивная струя выходит вот вокруг этого уголка вокруг как я уже сказал это кожух вентилятора здесь просто холодный атмосферный воздух прогоняется вокруг самой турбины вокруг двигателя срезаем кромки самой гондолы размеры вентилятора здесь просто огромные есть фотографии в интернете где воздухозаборники двигателя стоит взрослый мужчина подняв руки вверх и до верхней кромки мотора не достает так что около трех метров диаметра вентилятора может быть даже чуть больше сейчас точных цифр уже не помню но размеры впечатляют но мы же делаем модель для тех кто интересуется масштабом примерно 190 масштаба 1 к 190 размах крыла реального боинга 60 метров с небольшим у нас 32 сантиметра кто хочет может пересчитать самостоятельно более точный масштаб как и с фюзеляжем придали двигателю круглую форму хвостовичок пилона немножко сточем на клин и обрабатываем наждачкой уже до финальной формы тем временем на первом моторе клей уже высох и его ставлю на место мелкие элементы удобнее подточить надфилем насколько он позволяет конечно подобраться и нелийным участком сделаем имитацию воздухозаборника самому турбину конечно нам не повторить чтобы уже двигатель совсем залитым бетоном не смотрелся сделаем вот такой конус носовой части вот такая от выемка получилась нужно конечно ее подровнять постараться чтобы вершина конуса была по центру ну и в дальнейшем при покраске можно будет так вот нарисовать линии которые будут довольно близко походить на лопасти вентилятора конечно сделать это лучше уже после того как модель покрасить и полностью сейчас для имитации на одном из движков такой вот нарисую теперь двигатель нам нужно установить на крыло но пилон достаточно широкий а крыло стреловидное чтобы более плотно кромка прилегала нам нужно будет параллельно передней кромке крыла сделать такой вот скос вот параллельно кромки аккуратно подрезаем примеряем мотор по месту видите зазора между пилоном и крылом уже нет приклеиваем на место двигатель вот наш лайнер готов первому полету сейчас нужно выяснить балансировку при необходимости немножко догрузить нос но я думаю что здесь с загрузом особо не потребуется за счет того что крыло стреловидное центр тяжести должен располагаться примерно на 2 3 в корневой части крыла вот где-то в районе этой точки ну и на настоящем самолете в этом месте располагается основная стойка шасси она должна стоять чуть-чуть позади центра тяжести так что как раз это место удерживаем ставим модель на два пальца рядом с этой точкой и как видите без всякого догруза имеем идеальную балансировку собственно сейчас самолеты разрабатываются именно таким образом чтобы независимо от того как он сделан как он загружен балансировка балансировка оставалась в пределах нормы если распределение пассажиров по салону одинаковое то и балансировка самолета останется в заданных рамках так что без всякого догруза можем идти модель запускать ну что ж как видите несмотря на такой мелкий масштаб модель весьма прилично летает немножко пришлось все-таки отогнуть руль высоты вниз иначе самолет сразу задирал нос и падал но в целом модель получилась весьма летучая так что можно ее и делать именно для запусков не только как стендовые ну а я сейчас делаю крепление для нашей подставки в центральный слой в районе центра тяжести устанавливаем кусочек деревянной шпажки ну или зубочистку благодаря которой модель крепится на стенд ну что ж вот такой вот дремлайнер с вами получился согласитесь модель достаточно простая в сборке но есть нюансы есть тонкости которые необходимо выполнить чтобы получить именно копийный самолет если вы посмотрите сегодняшний видео урок и пошагово повторите все эти действия вы также сможете собрать подобного красавца ну а на сегодня наше видео подходит концу если вам понравилась эта модель понравился полет боинга 787 не забывайте ставить лайки подписывайтесь на канал и продолжаем следить за проектом радиоуправляемого самолета боинг 787 а в скором времени мы увидим стендовые аэропраг 22 на этом я с вами прощаюсь до новых встреч до свидания подписывайтесь на наш канал ставьте лайки оставляйте комментарии и ждите новых видео до встречи играем по взрослому до встречи игрока